Доброе утро! Есть Беспауф Вадим Юрьевич. Ну, расскажите, пожалуйста, про группу компании «Роспейс», про вашу организацию, про ТОН туда входящую. Как давно мы с вами работаем? Ну, и все про свою организацию. Собственно, группа компании «Роспейс» занимается поставками средств индивидуальной защиты для работников предприятий в Москве, в Московской области. В частности, это мой отдел, ну и, собственно, всей России по специфике охраны труда. То есть мы помогаем защищать здоровье работников и предприятий. Соответственно, в группу компании «Роспейс» входит производственное подразделение пока «Роспейс». Это швейная фабрика в Лизанской области, в городе «Роспейс». Ну, и, собственно, сбытовые подразделения, в частности, компания «ООО «Протон». То есть «ООО «Протон»» — это сбытовое подразделение группы компаний «Роспейс». Собственно, существуем с 92-го года, успешно на этом рынке. Работаем с многими крупными предприятиями, как по России, так и по Москве. Собственно, и с вами тоже сотрудничаем. В последнее время более успешно. В предыдущие годы были нюансы, которые мы, собственно, сейчас решаем. Ну, вкратце, любая компания. Ну, очень коротко, прям так коротко, что вы себе не раскрыли. Ну, например, если вы сами имеете свое производство, то расскажите, пожалуйста, про это производство. Кто работает, сколько человек, где находится в цехах? Куда швейный производства, как я уже говорил, это город Рярск, Лизанская область. Собственно, там производится спецодежда. Собственно, по разработкам нашего экспериментального цеха. То есть у нас есть экспериментальный цех, центральный офис находится в городе Видном. На базе этого центрального офиса производственный комплекс экспериментального цеха и складские помещения, то есть распределительные центры по нашей группе товаров. По своей сути мы являемся торговым домом. То есть в нашем ассортименте есть не только спецодежда, но, собственно, рабочую обувь, средства индивидуальной защиты рук, головы, органов слуха, лица. То есть ассортимент, который позволяет говорить, что мы закрываем основные области общепроизводственных загрязнений, ну, в том числе и специальных. Химическая защита, нефть, стойки, кубокостюмы. Есть защита от электродуги, есть ряд разработок, которые уникальны на этом рынке, которые мы воплощаем в своем производстве. Ну, а что уникальность? У нас есть своя линейка костюмов защиты от электродуги. Ну, это как раньше костюм с творщиками? Нет, это защита от теплового потока, возникающего при прохождении электродуги. То есть для энергетиков, прежде всего, костюм. Довольно-таки хорошая линейка этих костюмов. У нас есть ассортимент, она сестифицирована полностью. То есть, отвечая всем треугольным являемым в этой промышленной области. У нас, мы являемся прямыми, скажем так, дилерами, дистрибьюторами многих компаний европейских, западных. Увекс, 3М, Спириан Сафити, GSP, Нитрос. А 3М, ну, конечно, извините, но мне так сразу. МММ, там тоже 3М было. Ничего общего? Нет. Я просто не в курсе, это, наверное, какая-то ведущая компания. Это самая первая ведущая компания, которая охватывает очень большой спектр продукции в целом, в том числе и занимается средствами донной защиты. Это очень известная марка в России, она одна из первых компаний, которая стала продвигать респираторы. От нами очень известных крепостов, которые там противополевают ПГ-67. То есть это ведущий производитель или поставщик средств донной защиты с богатой линейкой средств защиты. Вы знаете, у меня сразу такой вопрос. У вас своя швейная фабрика. Как на любой швейной фабрике должен быть дизайн и мобиллер, художник по костюму. А художник по костюмам имеется для разработки рабочей спецодежды? Или это просто типовые какие-то лекалы, которые отшиваются, не думая о том, как удобно или неудобно это носить? Мы учитываем корпоративные требования клиентов по своему индивидуальному стилю, который необходимо внедрить на предприятие. Соответственно, я бы не назвал это высоким должностью художником. Есть специальные дизайнеры, которые занимаются разработкой рабочей одежды с учетом корпоративных требований клиентов. Это происходит на базе нашего экспериментального цеха в городе Виле. Вы гарантируете своим покупателям, что ваша продукция изготавливается из экологически безопасных материалов? Безусловно, вся линейка изделий, которая присутствует в нашем ассортименте, она сенсифицирована, соответственно, прошла испытания и имеет неизменности. Преимущественно это отечественные производители или это все-таки... Мы в основном работаем, скажем так, с нашими отечественными производителями. Это если говорить о линейке спецодежды и обуви. Ну, в том числе в нашей ассортиментной линейке есть одежда европейского класса. Это компания «Черва», которая в европейском рынке ведущая занимает фидерские позиции по спектру схожего с нашим. «И еще у меня один вопрос. Можете рассказать о своих конкурентах вообще на рынке спецодежды? Какая сейчас ситуация? Тяжело ли находить новых покупателей? И вообще какие стратегии больше по сбыту работают в последнее время, а какие уже не работают? Просто об этой специфике своей. Вы просто отвечаете за продажи? Рудник очень насыщен в предложении конкурентов. Но основными компаниями, которыми выделяются в общем списке конкурентов, это, безусловно, компания «Востоксервис». Я думаю, что это лидер в нашей отрасли. Компания «Технавиа». Компания «Тракт». Я думаю, достаточно, потому что если говорить о всех конкурентах, я думаю, что это наш интервью займет больше времени. Вот скажите, пожалуйста, у нас тут было такое желание купить на наш проект виповские куртки, если так можно сказать. У многих есть разночтение, что такое вип, не вип, но не будем вдаваться в подробности. Просто хорошие куртки, в которых рабочие не работают, это ходит инженерно-технический персонал, ну, как бы, достаточно, ну, занимающий определенные должности, соответственно, которые легкие, комфортные, которые не чувствуются, что ты, ну, давайте так скажем, лично для меня одежда та удобна, когда ты ее одеваешь, и она тебе нигде не тянет, не стягивает, она удобнее. И в то же время она теплая. Ну, с каким-то там капюшоном, с меховым воротником. И мы, изучая весь рынок, столкнулись с тем, что таких курток практически, как ни странно, на нашем рынке мы найти не смогли и были вынуждены обращаться и покупать за границей шведские куртки. Вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас свое производство? Могли бы мы, например, на будущее разместить заказ у вас по пошиву вот таких элегантных, удобных, красивых, прочных, при этом удобных для работы и в носке курток? Безусловно, конечно, можно проработать ваш вопрос, но, опять же, голословно обещать то, что мы не видя ваших требований к производимой, желаемой продукции и ваши компактивные требования к этому изделию, я сейчас не готов сказать. Мы сейчас пойдем, я вам покажу, и мы на будущее, если вы такое сможете, будем размещать у вас, потому что мы заинтересованы поддерживать российских производителей. Очень долго ждать эту поставку, куртки нужны были срочно, и мы вынуждены были... Вот, срочность, это... Почему я и спросила про художника-дизайнера? Нет, вещь такая, как бы, вы понимаете, как в любом производственном процессе, это зависит от новых составляющих, наличие комплектующих в данном моменте времени, именно комплектующих тех, которые подходят вам под ваш заказ. Собственно, свободных производственного окошка в плане производственного. Ну, вот, в целом это все складывается. Ну, может быть, вам это так понравится, и вы вообще это запустите в линейку, потому что это будет пользоваться спросом на нашем рынке, потому что мы его изучая, не нашли таких фирм и производителей, которые это могли бы предложить, услуги на рынке, именно как достойный образец. И то еще, то, что мы купили, было сказано, что можно было бы и лучше, но это было самое лучшее, что было предложено на рынке. То есть у вас здесь, мы вам даже подсказываем, вы нам за это предложение можете скидки потенциал, персональные, работаем с нами. Путин тоже ходит в такой же куртке. Да, чтобы она не была вычерная, была легкая, удобная, практичная. Вот самое главное, да, лично по себе говорю, покупаешь когда одежду, вот плечи не тянет, движение не сковано, чувствуешь себя способно. Весь с тем тепло и комфортно. Да, комфортно и тепло, и можно что-то не бегать по этажам, а в размере находишь. И в то же время выдерживает определенный мороз, потому что, в общем-то, покупается это, в общем-то, для зимы. Нет ничего невозможного, нет проблем, которые невозможно решить на каком-нибудь способе. Я обязательно вам сейчас покажу, не уходите. А у вас охвачен весь размерный ряд или определенные размеры, а какие-то вы не выпускаете, в принципе? Мы вообще, в принципе, ориентируемся на ассортимент размерный, стандартный, с 44 по 62, роста с 180 по 188. Но наличие собственного производства позволяет в том числе изготавливать нестандартные размеры, выходящие из этой линии. Но мы это не делаем массово, мы это делаем по спецзаказу. Да. А насколько цена отличается спецзаказа от массового производства? Отличается. Ну, на сколько? То, что 20-30 процентов. 5, 3, 2. Да-да. Есть вещи, которые по цене не отличаются. Если это ассортиментный ряд, сквозковая, я имею в виду продукция, и недалеко уходящие из-за предела размерного ряда. Ну, например, 64, 66, 170, 176. Некоторые модели у нас по той же цене, что и стандартные модели. Есть модели, которые могут в два раза отличаться по цене от стандартной цены. Это ж какой размер-то должен быть, 76-й там какой-то? Стандартные размеры требуют, а, изготовление лекал, вот этот размер, а это уже 3,5 тысячи не меньше. Ну, наверное, по практике рабочих такого размера все-таки не очень много на стройплощадки. Бывают и по обуви, размеры удивительные. А обувь вы тоже сами выпускаете? У нас, скажем так, есть брендовые линейки, которые собственно, в нашем ассортименте есть. Я бы сказал, мы отдаем это на субподряд. То есть, в данном случае говорить, что мы обладаем производственной мощностью по изготовлению обуви, будет неправильно. То есть, мы это на субподряд делаем. Ну, под наши фирменные названия. А рукавички? Вот, как раз бренд Митрос, который я упомянул при презентации нашей компании, является хорошей альтернативой и многим, скажем так, средством защиты рук в средней ценовой категории при европейском качестве продукции. То есть, обратите внимание. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы с нами работаете. Я думаю, что у нас все будет хорошо и в дальнейшем. И наши многолетние связи, которые были раньше тесные с вами продолжатся, приумножатся. Я думаю, что осталось немножко сделать для того, чтобы мы все укрепим. Да, я думаю, что да. Укрепиться он долго, да? Потому что наша задача построить этот дом. Соответственно, для этого нужна будет ваша спецодежда. Я думаю, вам пригодимся, потому что вы эффективно сделали, решили свои задачи с помощью нашей средств защиты. Спасибо большое. Успехов вам в работе. Спасибо вам. И пойдемте, я покажу вам кубки.